Действиями своей команды в сегодняшней игре, особенно по первому тайму, я остался доволен. То, что результаты, считаю, не совсем соответствуют тому, что происходило на футбольном поле. Мы где-то больше обладали ничем, территорией и в игру. Все решили индивидуальные ошибки, индивидуальные ошибки наших игроков. И не реализация тех моментов, которые были у нас в первом тайме. В первом тайме у нас два хороших момента было для взятия ворот и использования. Ну и еще раз повторяю, индивидуальные ошибки, с которыми будем разбираться. Разбираться в элементарных ситуациях. Потеря концентрации в центральной зоне. Первый гол. Дали ранговую передачу, сделать огарение в центральную зону. И на побежение сыграл хорошо ворот Динамо-Санкт-Петербург. Второй гол. Инивидальная ошибка. Игорь Херман в эту ситуацию доставался уже в считанные минуты. Там две минуты доставалось. Нужно было немножко проще сыграть. Немножко проще. Потеря мяча. Неточная передача. Огарили опять центральную зону. И выход один на один. И реализация. Так, если в общем брать с той ситуацией, в которой мы оказались. То сегодня была хорошая игра по содержанию, по контролю мяча. Особенно еще первый тайм. Второй тайм немножко похуже. Те ребята, которые вышли на помену. Ну, скажем так, в силу судей, не усилили игру. Не усилили игру. Вот от всего того, что еще не готов совсем. Было я ответил. От Саши Алхаза только пришел в такой такт определенное количество времени. На этом рассчитывали на его опыт. И Ника Щерпеля, что за счет своей скорости смогут обеспечить эту ситуацию в центральной зоне. Короче, тем не так. Поздравляю, когда на Динамо с победой. Спасибо, Павел Патриевич. Пожалуйста, вопросы. Спорт не за днем. Тимур Валеев. Команда наелась в этом сезоне этим летом почти на 100%. Насколько вот правила сыгранности влияет на игру сейчас в третьем туре? Ну, от игры, выборовой, да, практически новая команда. И вопрос сыгранности стоит очень остро, да. Но я вижу прогресс. То, что ребята по качеству игры сегодня, скажем так, команда смотрелась, ну, с моей точки зрения, неплохо. И надеюсь на то, что по ходу турнира будет она сыгрываться и прибавляет. Потому что такая ротация, сложности в этом плане есть. Есть вторая опасность. У нас многие ребята пришли со второй лиги, со второй лиги. И по мере накопления усталости, может сказать, оказаться уже, то, что у нас должно быть мастерство уже будет выходить на первый план. А вот здесь, ну, не произойдут проблемы. Ну, в мунивере состава будет делать счет для того, чтобы именно в уровне готовности в Тимурееве вышла команда через 3-4 игры. И, соответственно, результат уже начало показывать. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. Ну, подозрение на сотрясение мозга. Подозрение. Как будет дальше сотрясение мозга. А вы здесь госпитализированы? Не знаю, медицинская служба там разберется. Но о первоначальном комментарии доктора нашего, что в нем сотрясение. Пожалуйста. Вот у вас два очка в трех матчах. Вот старт. Ты бы с тобой оценку даете? И второй вопрос. Какая задача себя кайфатерам в текущем сезоне? Ну, я скажу банальную фразу, да, в той ситуации, в которой мы оказались. Создать боеспособную команду, которая в каждой игре, если будет показывать такой футбол и такое желание, с которым ребята играют, у меня язык не повернется, как кого-то в чем-то упрекнуть. Я говорю, индивидуальные ошибки – это недостаток опыта и мастерства вообще. А задача – стремиться к положительному результату в каждом матче. А оценка старта, я считаю, что сегодня проигранная игра, до этого две игры с хорошими командами, с удаленно выигрышными, опытной командой. Команда добилась, ну, скажем так, положительного результата уже неплохо. Если брать, я беру какие-то отправные точки. Да, у нас была ситуация, когда мы с профессиональной футбольной лиги вышли, в футбольную национальную лигу, в лиге тоже была ротация довольно привычная, но не такая, как здесь у нас практически, новая команда. Была большая ротация. Мы начинали чемпионат в шести первых турах, мы потеряли пять поражений. И оснований для паники никакой нету. Я вижу, как ребята на тренировках работают, и как они отдаются в играх, результат обязательно придет. И в той ситуации, как мы, и руководство круга там проявили, терпение, выдержку, все. Потом мы десять туров подряд выиграли и закончили первый круг на третьем месте, а в итоге шестое место. Я надеюсь, что, оказавшись немножко сложнее ситуации, мы все поправим, а три тура прошло. И никакой, если бы мы были мальчиками для битья, то не было шансов никаких. И так вы видели, что команда играла, и с моей точки зрения, играла в хорошем футболе. Ну, игра для нас выдалась не менее сложной, чем две предыдущие. Мы очень рады, что мы победили. Если исходить в целом впечатление от игры, ну, начали первые десять минут неплохо, потом отдали инициативу, где-то чуть-чуть, скажем так, потеряли контроль над игрой, но ребята справились с этим интервалом, главное, не пропустили, ну, и забили. Если брать по моментам, ну, опять же так, навскидку, мы, наверное, создали побольше таких голевых моментов, хотя у Факера были хорошие подходы, поэтому, исходя из того, что все-таки мы, наверное, больше создали побольше голевых моментов, наверное, игра была заслужена именно наша победа. Спасибо. Коллеги? Александр Васильевич, по составу вопроса, где Сандра Циевна? Ну, поскольку мы сейчас вступаем в такую довольно-таки напряженную графику, поэтому мы решили уже с этой игры начать ротацию, в следующей игре тоже будут какие-то изменения, поэтому сегодня Сарамутин сыграл, я считаю, что будет дебют. Ну, достойно вышел, и как раз то, что у нас в первом тайме получалось, мы не проиграли середину поля с его выходом, а мы, скажем так, по крайней мере, начали воевывать те единоборства, которые в первом тайме были пройдены, и сегодня было трудновато действие. Поэтому он со своими обязанностями справился, ну и дальше посмотрим. И что у вас какие впечатления от нашего города, от стадиона, от болельщиков? Город, к сожалению, не видел, поскольку пока еще не так много времени мы здесь. Но то, что касается стадиона, стадион очень действительно комфортный, очень нравится, и надеюсь, в следующей игре и народу еще будет побольше приходить, и болеть за нас. Главное, что он для нас в первой игре стал удачным, и я надеюсь, что эта удача нам будет сопутствовать и в последующих играх. А вы предполагали, что в первых матчах вы берете 9 точек максимальных игроков? Ну, полагать можно все, что угодно, но еще мы изначально для себя поставили цель, то, что к каждой игре подходить как кубка. И вот, можно сказать, для нас и такие игры, они явились именно по характеру. Действительно, каждая игра для нас как кубка. Такое вечное напряжение на последнюю минуту держит. Насколько нам хватит вот этого настроя, сил, мы будем надеяться, что как можно больше. Ну, а дальше еще есть, понятно, есть какие-то ошибки, есть определенные проблемы, с которыми надо работать. И вот за счет, если мы этих компонентов будем прибавлять, то тогда вот с ватупи можно замахнуться на что-то большее. Скажите, пожалуйста, у вас, если я понимаю, соглашение подписано на 4 минуты, правильно? А что дальше? Каковы перспективы дальнейших поступков? Ну, не готов ответить, потому что еще раз, все-таки изначально причиной нашего сюда переезда это была невозможность проведения в Санкт-Петербурге. В первую очередь, мы, наверное, все-таки должны отталкиваться от наших болельщиков, которые, наверное, все-таки не совсем сюда удобно добираться. Поэтому посмотрим. Давайте проведем те игры, которые здесь запланированы, ну, а дальше уже руководство решит, где нам будет преявление. Это будет зависеть от командаря еще преявления? Да. Ну, там много, да, потому что те игры, которые мы сюда перенесли, они связаны с тем, что в Питере всего один стадион, на нем дано много команд и очень напряженный там график. Поэтому мы сюда и переедем. Мы будем на этот период. Дальше посмотрим. Загадывать не будем. Тут уже еще будет от командаря зависеть. Ну, от многих фактов. Спасибо. Если я правильно понимаю, на данную минуту Динамо единолично сейчас первое место занимает. Не боитесь, что мы сейчас первое место занимаем? Ну, на сегодняшний момент, наверное, мы боимся потерять первое место, поскольку, как говорится, единолично. В общем, другие будут до их, были за ними свидетели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова